МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то Михаил Васильевич Ломоносов прошагал половину России. И всё ради знаний. К счастью, сегодня так мучиться не надо. Это ток-шоу «Такова судьба». Говорим о дистанционном образовании. Екатерина Забинько, Антон Мартыненко. И мы начинаем. Учиться не посещая лекции? Об этом наверняка мечтают многие студенты. Никита Гришкевич именно такую дистанционную форму обучения для себя и выбрал. Два-три часа, несколько раз в неделю – это то время, которое он тратит на занятия. Читает лекции, выполняет контрольные и высылает их преподавателю. Вот и весь процесс. Открыть нужный сайт, там можно найти и материалы, и связь с преподавателем. В общем, сильно мощный компьютер иметь не нужно. Главное – интернет, браузер и желание, главное – учиться. Иногда они встречаются из глазу на глаз. Все вопросы удаленно решить невозможно. С этого года в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники образование дистанционно можно получить по 10 специальностям. Наши студенты обучаются по учебным планам точно таким же, как и студенты дневной формы обучения. Те же самые часы, те же самые дисциплины, все изучаются одинаково. Те же самые формы текущего контроля и в конце итоговая ситуация точно такая же. То есть, соответственно, и диплом абсолютно одинаковый. Свободный график, индивидуальный темп, обучение без привязки к месту жительства – плюсов много. Такие конференции, когда в разных аудиториях преподаватели и студенты общаются посредством телемоста, сейчас в университете не в новинку. Хотя в целом, чтобы поставить дистанционное обучение на одну ступень с классическим образованием, еще надо много сделать. У нас действительно есть такое желание заниматься дистанционной формой обучения. У нас есть практика, у нас есть хорошая техническая база, в частности, в нашем университете. У нас есть контент, но нам не хватает законодательной базы. У нас на сегодняшний день эта форма вообще просто рассматривается как одна из форм заочного обучения. Хотя в России это уже не так. В России вообще нет такого понятия дистанционная форма обучения. Если сравнивать с другими странами, то число белорусских студентов, которые учатся дистанционно, пока невелико. 800 человек в Бгуир и того меньше в других вузах. В то время как в мире так называемое электронное обучение – обычная практика. Когда, если мечтаешь стать студентом Оксфорда или Кембриджа, просто стань им. Никита Гришкевич, студент третьего курса Бгуир, который предпочел классическому образованию дистанционной. Никита, вы два первых курса проучились на стационаре. Как пришло решение понимания того, что надо переходить на дистанционную обучение? Я не завишу от учебного процесса. Нет возможности ходить на лекции, на занятия. А для чего вам нужно было свободное время в вашем возрасте? В первую очередь для работы, чтобы иметь свой заработок, не зависеть от тех же родителей. А вы допускаете то, что спустя какое-то время у вас не будет хватать времени и на дистанционное обучение? Вы знаете, я думаю, такого не будет, потому что учеба прежде всего, и пока я не закончил обучение, как минимум первое, высшее, я буду отдавать все усилия на то, чтобы это закончить. А мне всегда казалось, что педагоги как-то не очень хорошо относятся вот к таким студентам и считают, что это какие-то, не знаю, халявщики-прогульщики. Нет такого? Ну я даже не знаю, у каждого свое право считать так. Студент вправе выбрать свой стиль обучения так, как ему удобно. Багуир, что нужно сделать, чтобы перейти на дистанционное обучение? Вы сдавали какие-то тесты специальные? Нет, сдавать особо ничего не надо, просто написать заявление на перевод, он одобряется с двух сторон кафедр, дистанционного и очного. У нас, кстати, в гостях мы приветствуем декана Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, героя как раз первого сюжета, Василий Михайлович. Вот сейчас студент сказал, что ничего, собственно, не надо, кроме заявления. Вы не боитесь, что завтра вообще на стационаре никого в Багуире не останется? Нет, не боюсь. Всегда есть люди, которым больше подходит очное обучение. Некоторые усваивают материал только очно, слушают лекции и так далее. Вообще-то для дистанционного обучения нужна очень высокая самоорганизация. Один из таких условных недостатков дистанционного обучения. И не каждый может самоорганизоваться. То есть прямо скажем, это не так легко, правильно? Да, на самом деле у нас очень много отчислений. Прямо с дистанционной формы обучения. Вот, к сожалению, мы набирали в прошлые годы человек 300 примерно, да, а заканчивает университет человек 60-70. Это то есть вы не просто большую половину, вы почти всех отчислили, да, я так понимаю? Ну, они отчислились сами. Они сами. Мы стараемся не отчислять, но однако вот в основном из-за собственной самоорганизации не все справляются. То есть по-хорошему это происходит, потому что люди думают, что на стационаре надо учиться, надо ходить на лекции, тем более Багуир, белорусы все это знают, не самый простой вуз, не самый легкий, там сложно учиться. И люди думают, что, конечно, на дистанционном вообще ничего не надо делать, да? Это из-за этого происходит. Некоторые так считают, но к нашему счастью это далеко не так. И особенно на первом курсе очень много отчисленей. Василий Михайлович, ну а плюсы-то есть? Может быть кто-то наоборот улучшает свою успеваемость, начиная учиться дистанционно? Есть такие, к сожалению, не так много, но есть такие люди. Вот в отличие от классической заочной формы обучения, за последние два года у нас выпустились два человека, которые получили дипломы с отличием. То есть по два человека каждый год. Никита, у меня к вам еще, если позволите, вопрос один. Ведь все-таки студенческая жизнь это не только учеба, это внеучебная какая-то деятельность, это друзья, это какие-то капустники, это выезды, выходы. У вас сейчас в жизни всего этого нет? Конечно же, отличает эта жизнь студенческая. Те первые два года, которые я провел на очном отделении и сейчас. Но связь со своими бывшими одногруппниками я стараюсь поддерживать. Слушайте, может быть кто-то из ваших бывших одногруппников тоже ушел учиться дистанционно? Или вы один такой? Насколько мне известно, я такой пока один. У нас в гостях сегодня психолог. Наталья, скажите, прозвучали цифры, по-моему, совершенно фантастические. 300 человек перевелось и только 60 выпустилось. Это же значит о том, что люди вообще не понимают, куда они идут, вообще не понимают, что такое дистанционное обучение. Дистанционное образование, обучение требует действительно очень четкой самоорганизации. Поэтому студентам первых курсов, конечно, очень привлекательно учиться по индивидуальному плану. Как им кажется, очень просто организовывать свое время и так далее, и так далее. Но, согласно исследованию, проведенному в Центре проблем развития образования БГУ, для студентов первых-вторых курсов очень важна фигура преподавателя. То есть человека, который довольно, возможно, и харизматичен, к которому тянутся, который, согласно исследованию, опять же, более 50% студентов отметили, что им нравятся преподаватели. Веселые, к которому можно обратиться практически в любой момент времени. Открытые коммуникации. И не осознавая того, что, приняв форму дистанционного обучения, студент будет меньше контактировать с преподавателем. С однокурсниками. С однокурсниками, естественно. Что коммуникация будет опосредована. Что он должен четко понимать, уметь ставить цели своего образования. Что контролировать ему придется себя во многом самостоятельно. Эта функция, скажем так, от преподавателей перейдет частично именно в студии. Человек, который не может правильно сформировать свой рабочий день, не может себя в нужный момент заставить, ему там делать нечего. Правильно? Да, да. Ему будет очень трудно учиться. Какие еще качества? Кому еще будет трудно? Вы знаете, ну, я могу, например, говорить о том, что все некоторые студенты мотивированы больше, некоторые меньше. Студентам, которые высоко мотивированы, которые хотят реализовываться в профессии, которым интересно содержание учебных курсов, которые предлагает университет. Им учиться будет легче. Им легче будет учиться и там, и там, наверное. Да, и там, и там. Студенты, которые учатся и с подпалки, и на очной форме обучения, при великим трудом будут учиться и в дистанционном обучении. Скажите, а вот такой еще вопрос. Ведь человек в этом возрасте тоже еще формируется как личность. Лишившись вот этого общения, возможности спорить с преподавателями, с однокурсниками, этого человека как-то не закроют, не закомплексуют в обществе, он не потеряется потом? Ведь институт – это тоже социализация. Я думаю, знаете, студенты, которые осознанно выбирают данную форму обучения, все-таки не теряют и социальных контактов. И Никита говорил, что он включен в студенческую жизнь. Другое дело, что он обучается по-другому. Но социальные контакты сохраняются. У него всегда есть возможность связаться с однокурсниками. Другое дело, нет возможности поучаствовать, например, в таких формах обучения, как активных и кооперативном обучении, когда, допустим, задачи распределяются между студентами одной группы, они осваивают вместе какие-то знания или выполняют какой-то проект. В этом, конечно, да, есть минус дистанционного образования. Количество студентов, которые учатся не из-под палки, нам поможет с ними разобраться консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь Николай Степанович Маруда. Николай Степанович, сколько у нас в стране обучаются студентов на дистанционном обучении? Я конкретно могу сказать по РАД вузов, сколько человек. Среди первых у нас на первом месте Белорусский национальный технический университет. Это окончило, уже выпускниками стали более тысячи человек, обучается, ну, что-то около тысячи. Буир 600 человек учится, 172 человека, по-моему, выпущено. А сколько вообще вузов в Беларуси обучают дистанционно? В среднем можем назвать цифру около 10-12 высших учебных заведений. Скажите, а в Министерстве образования к этим цифрам как относятся? Вы хотите, чтобы таких вузов было больше, чтобы таких вузов было меньше, чтобы БНТУ не тысяча была, а, допустим, там, через 5 лет 5 тысяч? Ну, я, может быть, свое мнение личное выскажу. Немножко так, с осторожностью. Все новое... С осторожностью. Да. Все новое должно доказать право на жизнь. То есть, доказать, утвердиться в жизни. И, ну, я не хотел бы, может, резкий такой противовес пример приводить, но ни один врач не учится у нас заочно и дистанционно. Поэтому, на что здесь хотелось бы сразу обратить внимание, если изучить перечень специальностей, по которым учатся студенты, то это, в первую очередь, IT-технологии, которые непосредственно связаны, именно и обучение в ГУИРе с этим связано, и люди к этому готовы, и им легче именно заниматься обучением в этой сфере. Второе направление, в котором широко представлены будущие специалисты, которые получают в такой форме высшее образование, это менеджмент, маркетинг. То есть, всё-таки, это специальности, направленность которых идёт в гуманитарную сторону. И пока что у нас, скажем, практически совсем не представлено специальности машиностроительного профиля. Вот, например, это ВОЖБНТУ. Ни одной специальности такой пока что практически нет. Почему? Потому что на сегодняшний момент, с моей точки зрения, недостаток учебных материалов в электронном виде. Давайте сейчас обратимся к ВУЗу, который на сегодняшний день лидирует по стране. У нас в гостях находится директор Международного института дистанционного образования БНТУ Игорь Бузарович Сатиков. Или Бузарович? Тысяча человек. Это потолок, предел или БНТУ даст большие цифры в следующих годах? На самом деле, какое-то время было больше. Сейчас просто количество абитуриентов меньше. Ну и мы тоже переориентировались, может быть, на другую целевую аудиторию. К сожалению, правы наши коллеги, которые говорят, что школьнику практически невозможно в наших условиях учиться. И поэтому количество школьников, поступающих сегодня к нам, очень невелико. Это буквально единицы. Основная целевая аудитория – это выпускники колледжей, тех, кто закончил уже какую-то свою обучающую программу и желает продолжить свое обучение, получить высшее образование. Вот это вот на сегодня та целевая аудитория, которая у нас сегодня существует. Те специальности, которые можно в БНТУ получить дистанционно, они географии, их расширяется? Или это постоянная цифра? Ну, сегодня это постоянная цифра. Это три специальности, связанные с IT-технологиями. Две специальности – экономика и управление на предприятии. И менеджмент, связанные с управленческими специальностями. В принципе, конечно, говорить о том, что можно учить дистанционно строителя или машиностроителя, наверное, об этом нельзя говорить. Это могут быть только, наверное, какие-то смешанные формы. И заочное образование обязательно к этому придет. Но проблемы те же, что и в БУИРе. У нас из поступивших заканчивают процентов 20. Правда, выпуск большой получается за счет того, что много восстанавливают. О том, как стоят дела в БГУ, мы узнаем от директора Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ Апанасовича Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, какие специальности можно у вас получить? Я хочу сказать, что наш институт уже 7 лет работает над реализацией программ дистанционного образования. Как по примеру БНТОК, у нас тоже аудитория не студенческая, не те люди, которые приходят получать высшее образование. Это люди, которые приходят у нас с высшим образованием. То есть уже за вторым и последующим? Вторым или переподготовка. Понятно, что в нашем случае, безусловно, та проблема, которую мы обсуждали, мотивации, она все-таки решается, потому что человек осознанно приходит к нам учиться. Более того, он за это платит, причем платит не очень малую сумму. Еще одна проблема есть здесь в дистанционном образовании. Иногда мы просто имитируем в образовании вот тот реальный учебный процесс, который происходит в аудитории. Но здесь, безусловно, нужно учитывать особенности того, что человек, в общем-то, находится на расстоянии. Да, у него отличные возможности использовать технологии. Поэтому мы, конечно, должны это тоже учитывать, когда мы создаем и конструируем курсы. Я просто могу привести пример, что когда мы создаем учебный курс, то работает не преподаватель, а целая команда. Должны быть психологи участвовать в этом процессе, потому что... Должны или они участвуют? Они участвуют, да. Это очень-очень ответственный и важный момент. То есть дистанционный процесс обучения становится иногда сложнее, чем обычный традиционный? Безусловно. Более того, я хочу еще сказать, что... Ведь дистанционное образование еще чем привлекательно, тем, что оно адаптировано не к преподавателю, а к студенту. И более того, может быть, даже иногда фактор экзаменатора уходит на второй план. Потому что если вы сдаете тест, вы получаете цифру, и вы ее не можете поменять. В глазах преподавателя иногда могут быть какие-то предпочтения, и хороший психолог-студент, он может воспользоваться этими моментами с тем, чтобы даже если он не готов на все 100%, получить довольно высокий балл. Вы сказали, 7 лет уже в БГУ действует дистанционное образование. Но это БГУ. А как стоит срок действия дистанционного образования в мире, мы узнаем из нашего следующего сюжета. Прообразом дистанционного считают корреспондентское обучение, которое появилось в Европе еще в конце 18 века. Все материалы учащиеся получали по почте, вели с педагогами переписку, а экзамены сдавали доверенному лицу. Дистанционное обучение в современном виде появилось значительно позже. А первый университет, специализирующийся на такой форме, был открыт в 1969 году в Великобритании. Спрос на электронное обучение рос стремительно. Многим надо быстро получить или специализированное образование, или багаж дополнительных знаний, удостоверенных сертификатом. Удаленно стали учиться все и почти всему – языку, ландшафтному дизайну или кулинарии. Электронная учеба при повышении квалификации, в обучении школьников и людей с ограниченными возможностями – все это уже реальность. Доступность персональных компьютеров и появление интернета – это было толчком для развития электронного обучения. А его история еще не написана, утверждают специалисты. Ведь появление принципиально новых технологий, например, искусственного интеллекта, позволит в корне изменить дистанционное обучение и вывести его на новый этап, возможности которого будут поистине безграничны. У нас в гостях старший преподаватель Академии управления при президенте Наталья Петровна Козыренко. Я сама разрабатывала тесты, я сама разрабатывала электронную ОМК для… То есть вы стоите у истоков белорусского дистанционного образования. И, значит, что касается Академии управления, у нас слушатели специальности государственного управления и идеологии тоже дистанционно получают образование. И, значит, вот я разрабатывала методики информирования, тесты в частности. И когда я ставлю оценку, там, предположим, 8-6 баллов, а то бывает и ниже, то, по идее, я думаю, что ведь не всегда в письменном виде можно выразить ровно то, что мог бы ответить мне слушатель. Ровно так же, как и студент. Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы вот этого тестирования дистанционного. То есть однозначно сложно очень сказать. Но если вот вы как человек, который это в том числе придумали для нашей страны, вот если остановить 10 белорусов на проспекте, показать им нашего гостя из первого сюжета, который учится дистанционно, вот так, как он учится, то есть дома, 2 часа в день перед компьютером, и любого классического студента на стационаре белорусского, все скажут однозначно 10 из 10, что это никакой не студент, это никакое не образование, и он там ничему не научится. Значит, я абсолютно уверена, что большинство молодежи скажет, что это дивное образование совершенно. Причем прелесть этого образования состоит в том, что вот я читаю на пятом курсе у студентов. И когда в аудиторию приходит половина аудитории, а вторая половина работает, то я понимаю, лучше бы они это образование получили дистанционно, Чем они все равно прогуляли просто-напросто, да. А так, по идее, я им даю все равно задания, несомненно, они присылают мне их, но это получается вот на уровне мы договорились так. А так у них было бы все официально. Но вы тоже предлагаете студентам, да, мол, переходи на... Да, студентам я предлагаю, но что касается слушателей, здесь совершенно иная ситуация. Значит, у нас был проект методики информирования. Значит, там порядка 14 компетенций, которые формируют вот как раз-таки Академию управления у наших будущих управленцев, скажем так. И когда по окончанию программы обучения их протестировали и спросили, вам удобнее классическое образование получать, я повторяю, что это слушатели, 43% проголосовали за то, что да, на самом деле классическое образование – это все же тот вариант, который для них более приемлем. И еще один нюанс. Дистанционное образование хорошо в получении каждого последующего образования. Это прекрасно на сегодняшний день. Дарья Петровна, я правильно поняла о том, что при равных условиях студент, который обучается дистанционно, и тот, который пришел к вам на экзамен, у него больше шансов получить высшую оценку, потому что он сможет вам как-то убедительно рассказать свою точку зрения, нежели тот человек, который просто отписался. – Я вообще на экзамене беседую гораздо меньше, чем, в общем-то, как-то я делала раньше, там, лет 20 назад. Сейчас я все же больше принимаю у студентов видеопрезентации, аудиопрезентации. То есть нет смысла отвечать текстовую какую-то вот… – А как, извините, списывать, я прошу прощения, с аудиопрезентацией? – Ой, о чем вы говорите? – А шторы? К чему мы идем? – Нет, вы просто не понимаете, до какой степени креативна молодежь. И насколько интересные вещи они не выдадут вот это в той форме на экзамене, как это можно выдать в той же презентации. – Развучала мысль о том, что в идеале все-таки дистанционное образование должно быть вторым или третьим, высшим, а первое нужно получать стационарно. Вот мы сейчас этот вопрос и переадресуем нашей коллеге-журналисту по одному образованию, по второму – режиссеру, а по третьему – преподавателю, Элле Курили. Элла, добрый день. – Добрый день, коллеги. Добрый день, гости студии. Исходя из моего такого богатого образовательного опыта… – Три высших образования. – Да, три высших образования. Одно из них – очное, и два вторых – заочной формы образования. Я для себя вывела классическую, схематичную форму подтверждения необходимости приобретения именно классического образования. – Стационарного. – Стационарного, да. Ну, можно и заочную, безусловно. Дело в том, что человек, когда пытается достичь какой-то цели, перед ним стоит три фактора таких стимулирующих. Это мотивация, стимул и здоровая конкуренция. Когда человек поступает в ВУЗ, он хочет получить образование, добротное образование, которое позволит ему получить работу. Но спустя совершенно короткий отрезок времени человек понимает, что получить это образование, безусловно, очень сложно, а добыть знания еще тяжелее. И тогда всплывает наружу второй фактор – это стимул. В данном случае это преподаватель. Бывает так, что в ряду предметов, которые нужно выучить, обязательно найдется такая дисциплина, которая… – Ну, просто неподъемная. – Она неподъемная. – А в всем всех есть такая, конечно. – Конечно, она кажется ненужная. Но именно этот предмет будет вести самый суровый преподаватель. И посещаемость его лекции будет, безусловно, стопроцентной. Тишина в аудитории будет гробовой. И даже муха не рискнет пролететь. – И количество пересдач тоже будет стопроцентной. – Безусловно, вариант один – либо зубрить, либо уходить. – Элла, скажите, вот у нас, опять же, есть Никита как образец студента дистанционного образования. А если я вам скажу, например, что он хочет быть журналистом и тоже получает такое образование дистанционно, как вы считаете? – Так вот, есть и самый главный момент в необходимости получения классического образования. Это непосредственное общение. – Это обмен мнениями, это обмен эмоциями, информацией. – Очень важно студенту получать вовремя обратную связь от преподавателя. Для того, чтобы корректировать свои какие-то учебные действия и так далее, и так далее. В дистанционном обучении вот эта связь, как бы обратно, она может быть чуть замедлена. Да, то есть есть определенные сроки, которым сдаются те или иные работы. Все-таки переписка между преподавателем и студентом или формате видеочата, она ведется. Но если, например, я сейчас буду говорить что-то не то, вы поведете бровью, я отреагирую сразу. Я изменю там свое поведение, либо свою речь и так далее. Есть еще один главный фактор, это все-таки, вот я немного недоговорила, это состязательность и конкуренция. Когда ты выходишь из экзаменационной аудитории, и все на тебя набегают, налетают и спрашивают, ну что, что, сколько, сколько, да? – Да, я спор, я спор. – Нет, он сказал, сколько получай? И ты говоришь, ну, четыре. Он говорит, ну ладно, вроде как оно и ничего, зато сдал. И обязательно кто-то рядом скажет, а у меня десять, а у меня семь. И ты реально понимаешь... – Мне гораздо важнее, когда все остальные говорят, да там всем тройки поставили. – Нет, тебе становится просто неловко, не по себе. И в следующий раз ты хочешь прийти и так же достойно выглядеть. Более того, что касается творческих... – А этого всего, я так понимаю, нет в дистанционном, и вы все это как минусы рисуете ее. – Обмен творческими работами. Тебе предоставляют какой-то определенный сюжет или какой-то фильм, который твой коллега снял. И ты реально понимаешь, что вот, а у меня как-то это не получилось. Ты с ним пойдешь, поговоришь, посоветуешься, и может быть, что-то у него восприняешь. – У меня вопрос к нашему еще одному гостю, заместителю директора Государственного института управления социальных технологий БГУ Валерию Викторовичу Манкевичу. Валерий Викторович, можно условно разделить вот таким образом образование? Значит, если у тебя гуманитарное, тебе дистанционное, никак нельзя получать это. Если у тебя техническое, то там что-то можно похимичить, постараться и сделать. – Нет, таким ультимативным способом, конечно же, нельзя. Какие еще мы видим минусы? Наш институт готовит специалистов, которые будут работать с людьми. Те же менеджеры, маркетологи, психологи, реабилитологи, правоведы. Человеку, который свою профессиональную судьбу в дальнейшем связывает с работой с людьми, ему нужно уметь общаться, ему нужно быть коммуникабельным и так далее. – И в настоящий момент, вот мы в институте, в принципе, постепенно отказываемся от письменных форм экзаменов. – На любых специальностях? – Да. И постепенно переходим опять на устную форму. Мы видим, как студент может, как он усвоил предмет, как он может формулировать свою мысль, как он может сделать выводы. Технологии дистанционного обучения, на мой взгляд, должны интегрироваться во все формы обучения. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. – Например, в технических, в меньшей там, в медицинских, конечно. – Если в системах автоматизировано учёты на предприятии, можно полностью выучить специалиста готового методом дистанционных технологий, то специалиста, который работает с людьми, должен будет работать с людьми, невозможно. Поэтому здесь вот нужно как-то чётко видеть эту грань. Человека нельзя научить. Человеку можно помочь овладеть чем-то, научиться. – Вопрос престижа. Мы адресуем в один из самых престижных вузов нашей страны, Академию управления при президенте, доцент Вадим Алексеевич Елфимов. – Вадим Алексеевич, учиться в вашем вузе, учиться в БГУ, учиться в БГУИР – это престижно. Но всё-таки престиж – это когда студент ходит на лекции. Вот когда он учится дистанционно, престиж сохраняется? – Вы знаете, это всё-таки зависит от того, что за студент, мне кажется, не только от вуза. – Действительно, академик Павлов в своё время говорил так, что есть два способа получать образование и давать образование. С одной стороны, как бы наполнять студента как сосуд, да, слоями. А с другой стороны, есть второй способ зажигать его как факт, чтобы он дальше светил. В первом случае преподаватель выполняет функцию такого клерка, да, он предоставляет просто образовательную услугу. Как кто ей воспользуется, это уже не его дело. – Менеджер. – Менеджер. А в другом случае это гуру. Если вы хотите получить настоящее образование, вы, наверное, пойдёте к гуру. То есть вот нужно этот взгляд, да, обмен взглядом, обмен эмоциями. Это личностный контакт, это в том числе здесь уже прозвучало слово социализация. То есть вы должны быть гражданином, не просто специалистом, в конечном счёте. Я не думаю, что дистанционно можно воспитать гражданина. Если говорить об академии управления, да, государственном управлении, мы должны воспитывать граждан, управленцев, которые ответственны, да, за своё государство. Я думаю, что это как раз вот работа такая социальная, потому что здесь необходимо общение, взаимопонимание между людьми. И ещё хотелось бы добавить, что, конечно же, с другой стороны, необходимость возникновения дистанционного образования, она вполне объективно возникает. Это следствие информационного бума. Сейчас вот во всём мире развита система фриленсеров, да, и так далее. Те, кто, собственно, работает, сидя у компьютера и не ходят на работу. – На расстоянии, да. – Это упрощение процедуры и, вообще-то, увеличение объёма информации. Но, с другой стороны, ведь эта информация, она должна быть направлена кем-то, да, и, если угодно, есть ещё хорошее выражение – движение «всё, цель – ничто». Вот оно нам, наверное, не подходит. Нам нужно понять цель этого образования и этого обмена информацией. Для чего? И, опять же, об этом должны договариваться люди при личном общении. Я вообще не представляю себе человека, который мог бы быть, да, идеологическим работником, скажем, политологом, политиком, который, как вот здесь уже было отмечено, не умеет работать с людьми, не умеет быть психологом, да, в каком-то смысле, не умеет быть технологом и так далее, и так далее. И всё это возникает, в том числе, в результате общения в студенческой аудитории. Но я хочу подчеркнуть, что мне кажется, что всё-таки есть некая потребность, в том числе и в дистанционном образовании. Это следствие демократизации нашего общества. Это расширение демократических возможностей наших граждан. Потому что есть же категория лиц, которые просто не могут посещать аудиторию. Я не буду говорить, да, но здесь наша программа называется «Такова судьба». Есть у кого-то и такая судьба. Да, с ограниченными возможностями. Всё правильно. И мы должны предоставить этому возможность. Конечно. Второе. Когда люди получают второе и третье образование, то надо повышать мобильность нашей экономики. Мы говорим о том, что у нас сейчас идёт модернизация, реформа экономики и так далее. Это в том числе связано с тем, что люди должны уметь быстро менять свою квалификацию. Для этого не надо, уже имея классическое образование. Что такое высшее образование? По сути дела, самое главное, что оно даёт, это системность мышления. То есть, если вы этим уже один раз были обучены в социальном вузе, в социальном общении, то далее вы действительно можете уже дистанционно получать какие-то... У вас есть схема, у вас есть способ... По аналогии с иностранными языками. Ты гораздо легче учить второй язык. Если вы выучили один язык, то все остальные языки вам уже будут даваться легче. Преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Игорь Николаевич Цирильчук. Игорь Николаевич, вы чувствуете конкуренцию в лице дистанционного обучения? Ну, конкуренция к таковой не чувствуется, потому что в любом случае, моё мнение, что, в общем-то, за дистанционной формой обучения будущее. И кафедра... То есть, когда-нибудь будет так, что все 100% студентов страны будут учиться именно таким образом? Если IT-технологии, так как они развиваются и так как происходит развитие в современном мире, будут такими же темпами происходить, всё-таки, наверное, вопреки, может быть, даже здравому смыслу, со временем большинство студентов будут получать дистанционную форму образования. Люди более старшего возраста, они точно знают, что советское образование было самым лучшим в мире. Это прямо уже такое словосочетание бренд. И вот в этом самом лучшем в мире советском образовании никакого дистанционного обучения не было. Так, может, и что нам рисковать, если есть уже отличная налаженная схема? Дистанционное, если почитать наш кодекс об образовании Республики Беларусь, это вид заочного. То есть, дистанционное дополняет заочную форму получения образования, высшего образования. Развивает заочное, помогает студенту получить гораздо быстрее, чем обычному заочнику, информационные материалы для подготовки к зачётам, экзаменам. Вы в вашем сюжете говорили про то, что дистанционное образование или обучение, в нашем понимании, возникло в Open University of Great Britain. На самом деле, это всё возникло в те времена, действительно там, когда премьер Великобритании Вудро Вильсон приехал в Советский Союз, он был лейбористом, изучил систему заочного образования в Советском Союзе, и это была одна из фишек его предвыборной борьбы. Открытие вот такой вот формы заочного или образования без отрыва от основной идеи. Здорово, это значит наша интеллектуальная собственность, дистанционное обучение.